В борьбу с так называемыми подснежниками вступили специалисты городской администрации. Они проводят рейды, в ходе которых составляют фотоотчет об автомобилях, ржавеющих во дворах и на обочинах дорог. Данные сведения будут направлены в ГИБДД для того, чтобы найти хозяина подснежника. Затем владелец этого автохлама получит предупреждение о том, что если он не избавит двор от своего ржавеющего имущества, то по результатам второй проверки униципальный контроль его накажет штрафом. Что грозит владельцам брошенных авто, расскажем далее. Каждую весну в Наринмарских дворах из-под снега появляются такие сюрпризы. Среди них автотранспортные средства, которые давно утратили свой прежний вид. А есть и вполне приличные, и даже с госномерами. Но хозяева о них почему-то забыли. А вот коммунальщиков и соседей такие весенние сюрпризы не радуют. В нашем дворе есть просто семьи, у которых по две машины. Они одной пользуются, а вторая стоит. Необходимо в гараже, конечно, строить гаражи и парковочные места. Необходимо. За эти пределами города. Они мешают. И бывает, что когда растает все, они стекают, снизу лед остается, они стекают на дорогу. И приходится милиционеров вызывать, чтобы обратно их поставили на место. Есть у нас такие, но не знаю. Я насколько понимаю, юридических оснований убрать их нет, но мешаются. На основании положения, принятого городскими депутатами в прошлом году, у мэрии есть все полномочия, чтобы вести борьбу с нерадивыми хозяевами авто, которые захламляют дворовые территории. Существует такой порядок, когда муниципальный контроль выезжает, фиксирует находящиеся автомобили на территории города, во дворах, на улицах. И в начале фиксация идет, фотофиксация. Затем они через определенное время проезжают снова. И если автомобиль находится на том же месте, то имеют право наложить штраф взыскания владельцам этого автохлама. Для владельцев авто, которые не захотят убрать свое транспортное средство, согласно закону, грозит административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц этот интервал составляет уже от 3 до 5 тысяч, а вот предприниматели-нарушители могут заплатить уже от 10 до 30 тысяч рублей. Под эти штрафы могут попасть многие городские автолюбители. Согласно правилам и нормам по благоустройству территории и содержанию объектов, находящихся на территории города, которые приняты в середине прошлого года, следует, что владельцам личного автотранспорта запрещается использовать для долговременного хранения и размещения транспортных средств более чем 24 часа одномоментно проезжую часть улиц проездов города и дворовых территорий. Временная стоянка личного автотранспорта не более 24 часов одномоментно на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Но эти правила распространяются только на те автомобили, которые имеют госномера. С теми же машинами, которые брошены без номерных знаков, еще проще. В этом случае убрать подснежник не составит труда. Заявление о захламлении может написать любой житель дома, около которого стоит авто без хозяев. Направить документ необходимо в чистый город. После этого на место выезжают сотрудники предприятия, фотографируют свалку, составляют акт и вывозят хлам на полигон ТБО или отправляют предпринимателю, который интересуется автохламом. По данным мэрии, в 2014 году таких машин было вывезено 84, в прошлом – 75. Алена Валей, Антон Ведряков, Телеканал «Север». Алена Валей, Антон Ведяков, Телеканал «Север».